Вот эти вот походы в психушку с шапкой и с валенками, ну, знаете, это игра таких мелких актеров. Так жители Камня-Наби вспоминают Найдина. Федор Найдин, бывший глава Каменского района. Не так давно суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении политика, который обвинялся в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Приговор оставлен в силе. Найдин обязан заплатить штраф 300 тысяч рублей и забыть о должности в органах власти на три года. Напомним эту прекрасную историю. Федор Найдин запретил руководителям детских садов закупать хлеб, который они закупали у одного из предпринимателей. Используя административный ресурс, Найдин настоял на том, чтобы дошкольные учреждения закупали хлеб в крестьянско-фермерском хозяйстве, которое возглавляет родственница Федора Найдина. Лично для меня решение Каменского суда не было неожиданным. Для меня неожиданно, что Федора Николаевича отстранили именно по этому вопросу. То есть я полагаю, что есть более серьезные вещи, за которые его стоило отстранять. На время разбирательств Федор Найдин был отстранен от должности. Почти два года его замещала Евгения Гордиенко. Сейчас фактически вся власть оказалась в руках этой женщины. Долгое время Гордиенко оставалась единственным замом. Сейчас она исполняющая обязанности. Депутат АКЗС Василий Железовский уверен, Гордиенко не торопится назначать еще одного заместителя главы, чтобы удержать кресло. Ведь в ближайшее время депутаты районного собрания должны назначить конкурс на пост главы района. А выбора, получается, нет. На сегодняшний день кандидатура отсутствует. Работа администрации Каменского района ведется в плановом режиме. В строгом соответствии с намеченными целями и поставленными задачами. Я не знаю, какие меры должен будет принять край, как он должен будет прессануть районное собрание, чтобы Евгения Николаевна осталась. За свое время, вот что она работает, да, и те деньги, которые были направлены в Каменский муниципалитет, не решен ни один вопрос. Если это край устраивает, если они ее продают, ну, мне как представителю оппозиционной партии нужно будет только краю похлопать, и не знаю, кому поставить там пузырь, извините, шампанского, коньяка. Срывы сессии, лишение Евгения Гордиенко полномочий депутатами, возвращение полномочий судом. Розыск Федора Найдина. За два года политическая жизнь камня стала похожа на Санта-Барбару. Все это сказывается на реализации программы экономики района. И у людей все больше вопросов. Вопросы в основном финансового характера. где взять денег на решение вопросов местного значения. В первую очередь, дороги, конечно, там тепло, мусор. А по большому счету, кто, так сказать, обеспечит это все, народу, я думаю, все равно. Вот лично мне, как гражданину, сейчас достаточно трудно выделить какого-то лидера, который будет одновременно и политиком, и хозяйственником, и экономистом, ну, то есть обладать и знаниями, и личностными качествами достаточными, чтобы достаточно вот эту трудную ситуацию в Каменском районе разрулить. Когда на территории есть большой конфликт между исполнительными и законодательными ветвями власти, на самом деле страдают простые жители, которым вовремя не ремонтируются дороги, у которых не решаются какие-то другие проблемы. Назрела та ситуация, когда на самом деле необходимо вот всем заинтересованным людям сесть за стол переговоров и договориться. А пока депутаты дали Евгении Гордиенко срок до конца июня, чтобы та назвала второго заместителя. Вероятно, все формальности по выборам главы затянутся на пару месяцев, а ведь обезглавленному району нужно хотя бы спокойно подготовиться к отопительному сезону, который уже не за горами. Сейчас такая тяжелая жизнь, и нам на это все смотреть, мы так-то выживаем все, и смотреть на это все, на этот цирк, нам просто надоело. Ирина Корчегина, Андрей Печеркин. День с толком.